Всем привет, это подкаст UwebDesign. Сегодня 2 февраля 2015 года. У нас несколько для вас горячих тем. Спартан. Ещё опять про него. YouTube наконец-то делает дефолтным HTML5 проигрыватель. И Twitter добавил direct messages. И видео. Погнали. Хоп, прям с места в карьер. Ну, молодцы. Описали наконец-то, что они там сделают нам. Всё вообще круто, как оказалось. Не то, что мы там говорили, что будет старый движок, всё такое. Нет, будет новый движок для рендеринга, как оказалось в этом Спартане. И товарищ, который один из разработчиков нового браузера от Microsoft, вот этот Якоб Росси. Ну, Джейкоб. Яков, я так называю. Да, вот. Он раскрыл секреты, что они вдохновлялись, во-первых, старыми 20 годами вот этого поливания, не знаю чем их. И сказал, что всё поправили, всё очень сильно, они всегда работают. Самое главное, что нужно смотреть на последний их опыт, он говорит, что Internet Explorer 11, это вот то, что мы, то, на чём мы основываемся, это вот именно, это подразумевает Спартан, и только от него мы отталкиваемся, и будет ещё круче. То есть, ну, прям вообще, вообще. Мне почему-то кажется, что вот им вообще-то тяжело. Знаешь почему? Ну, над другими ИЕ работали другие люди, да, допустим. То есть, там, ну, текучесть кадров, я думаю, в Microsoft тоже какая-то есть. И им приходится отмываться вот от этого всего, что, в принципе-то, ну, как бы к другим людям адресовано. Поэтому. Восстанавливайте репутацию. Да, мне вот их по-человечески, ну, нет, не жаль, жалость, плохое чувство. Я прям рад, что они пытаются, что-то делают, и, скорее всего, всё у них будет хорошо. Да, что они там не то, что как-то, я не знаю, они нормально реагируют на это. То есть, да, мы примем меры, делаем, улучшаем, и действительно делают. То есть, ну, по сравнению с восьмым ИЕ, как бы, это вообще, конечно, небо и земля. Ну, ты можешь какие-то там узкие попробности? Во-первых, движок рендеринга поменяли, вот этот был ms.html.dll, вот эта вот штучка, да. Её поменяли на edge.html.dll, вот. Ну, сказали, что оставят всю поддержку, то есть, там очень умная штука. Если вы заходите на старый корпоративный сайт, очень старый, то включается старый движок, ещё и Е11-го, получается. А он-то там всё поддерживает, и то, что для Е8-го было написано, то есть, ну, вот. И всё хорошо, всё отображается, вот. А если вы смотрите новые сайты, то Spartan использует вот этот новый движок. Ну, я вот смотрю, сейчас здесь они ещё пишут. Призёр в 3D, наконец-то, работает. Хотя в вебкитовых браузерах работало ещё, когда мы первую курсовую сдавали достаточно давно. Most Advanced Support for ECMAScript 6 at the moment. Ну, они, они там, в принципе, одни из пионеров в этом деле, в том, что они развивают этот новый стандарт JavaScript, который в том числе в JavaScript используется. Web Audio, WebRTC, то есть, я не знаю, будет у них совместимость с Firefox Hello вот этим, но технология та же самая, WebRTC. Возможно, будет много каких-то open-source таких сервисов, которые будут нам пытаться Skype заменить. Или, знаешь, в каких-нибудь веб-мессенджерах, типа Slack или HipChat, будут добавлять видеозвонки именно с помощью вот этой открытой технологии WebRTC. И вот в Spartan они тоже будут поддерживаться. Ну, здесь ещё Touch Events. Ну, понятно, чтобы на планшетах смотрели всё. Ну, и на телефоны. И HTTP 2, вторая версия протокола, это вот то, о чём сейчас все говорят. Он чуть быстрее будет работать, чуть лучше. Даже лучше, чем вот этот Speedy протокол, который как раз сделали до HTTP 2. Куча модулей для разных серверов и для Apache, для Nginx. Ну, и браузер тоже должен поддерживать. Вот здесь вот будет это всё поддерживаться. Это круто. То есть, прям, я думаю, какие-то девелоперы, особенно, которые, ну, чисто идеологически придерживаются Windows, я думаю, они сейчас, в принципе, ликуют. Вот, и да, ну, и тут они вот кичатся, что New User Agent String. Ну, да, но это ладно. Джейк просит, а ещё говорит, что они очень сильно вкидываются в то, чтобы именно было всё совместимо с теми браузерами, которые сейчас на плаву очень сильно, он говорит. То, что вот прям исследовали там, чтобы разработчикам было проще самое главное. Ну, да, да, то, чего все боятся, что, ну, большое обилие браузеров, это, ну, наверное, хорошо, там, плюрализм мнений, выборы из двух и более кандидатов, но поддерживать просто очень много приходится. Какие-то подводные камни для каждого браузера, вот они, видимо, стараются уменьшить вот этот вот импект от... Они стараются уменьшить и вводят новый браузер. Ну, вводят, но пытаются как-то всё равно стандартизировать. Ну, да, смотрят на опыт, да. Вот, допустим, если взять там WebRTC, это гугловская технология, и она вот есть, и ты не сможешь её сильно исказить. Допустим, там WebAudio, HTML5 Audio, по-моему, Mozilla начали делать. То есть очевидно, что всем под них пришлось подстроиться и примерно одинаково имплементировать. Поэтому я думаю, что оно, так или иначе, с развитием HTML5 уже более стандартизировано, чем было сто лет назад. Ну, да, да. Ну, в общем, сейчас можно этот движок, который встроен в Спартане, его можно включить в Technical Preview Windows 10, которое можно уже скачать, да, мы обсуждали в прошлом подкасте. Вот его там включите и посмотрите, как это работает. Хотя, я думаю, там ещё не всё до конца доделано, потому что ещё делают. Ну, как бы, мы бы тогда могли просто скачать, в принципе. Я думаю, можно будет скачать Спартан потом просто. Хотя, кстати, ну, в общем... Ну, это было бы логично, но я думаю, не раньше, чем вы... Хотя, может быть, как у них называется... MSDN. На MSDN, может быть, можно будет именно разработчикам, да, смотреть... Nightly Build? Ну, как-то да. Может быть, в... Помнишь, мы когда-то говорили о том, что они выпустили E-Developer Channel, в которой-то типа Nightly Build? Да, может быть, там уже тоже можно этот двиган сменить? Хотя, ну нет, здесь вот они пишут, что в Internet Explorer и в Windows 10 Technical Preview. Хотя было бы умно там тоже сделать, да. Ну, я думаю, разберутся. Это просто... Ну, сейчас это такие лихие времена. Через месяц уже будем ржать, потому что уже даже в Хроме можно будет это переключить. Ну, да. Ну, вот они еще тут про свой сервис Remote.Ie напоминают, что можно запустить виртуалочку, на которой это все есть. Тем, кто на Mac, да, допустим, отлаживает, то да. Ну, вот так вот. Опять небольшая новость из... Мира Microsoft. Да, из лагеря, я хотел сказать. У меня лагеря одни на уме уже. Переходим дальше. YouTube drops Flash for HTML5 Video as Default. Бомба. Да, на The Verge статья, то есть прям, не знаю, почему. Ну, да, да. Короче говоря, скорее всего, там кто-то в комментариях на какой-то статье написал, это последний гвоздь в гроб флэша. То есть сейчас он, видимо, останется уделом только всяких сайтов, типа онлайн казино, там, приложений ВКонтакте, хотя их тоже уже на конве там многие делают. Ну, так. Короче говоря, уходит эпоха, и для Chrome, Internet Explorer 11, соответственно, наверное, для Spartan, там, для всего вот этого, для Safari 8 и бета-версии Firefox, теперь HTML5 Video Proигрыватель, бесплатный, брежевый, дефолтный для YouTube. Без SMS. Да просто, знаешь чё? Вот ты говоришь, уходит, да? А это же YouTube, они очень умные чуваки, да? Они там, ну, просто сколько денег вбухивается, там, Google, туда-сюда, да? А вот чуваки, которые какие-нибудь там онлайн казино, да, их очень много, их очень много, там всякие, опять же, кино онлайн, да, все эти, они же не будут переделать свои флееры с флэша, им это не надо, бро. Они их и не делали, понимаешь, они встраивают какие-то существующие решения. Эти существующие решения будут сейчас переставать инвестироваться, потому что даже YouTube слился, все больше людей будут убирать флэш-плеера у себя в браузере. Возможно, знаешь, Chrome даже его уберет в каком-нибудь там 40-ом релизе или там 41-ом, по умолчанию уже будет выключать флэш-плеер, потому что очевидно, что они его для YouTube одержали. Ну, может быть, для чего-то еще, там, на Facebook тоже видео, например, не работают без флэш-плеера. Я знаю по себе, потому что я уже 4-5 лет, сколько пользуюсь ОСТН, я никогда не ставлю себе флэш-плеер, потому что, чтобы не ставить, чтобы он не садил батарею и вообще, потому что он какой-то... Потому что сам старик Стив завещал, что это говно. Ну, то есть, понимаешь, ну да, то есть сделают просто, что у вас на этой странице есть флэш-плеер, установите, пожалуйста, да, вот так будет, ты думаешь. Просто, Chrome сейчас он по умолчанию, да. Насколько я понял, практически в Firefox нету его, ну, по умолчанию. Да, в Safari тоже нет, его нужно накатить. Но, вот да, они, возможно, его по умолчанию уберут в каком-то релизе, просто чтобы не навязывать, не знаю. Ну и чтобы Adobe прессануть чуть-чуть, это же все-таки их технология. То есть это такая война рынков небольшая, они, может быть, потому и ускорились. Ну да, но, видишь, экспириенс все равно должен остаться, поэтому кнопочка установить флэш должна быть в любом случае. Нет, понятное дело, что их не будут давить прям, ну, вот в открытую конфронтацию, никто вступать не будет. Непонятно с мобильным Safari, а хотя там же и так, господи, там и так нет флэша. Там ничего нет. Я в списке его не вижу и туплю. Но вообще, я вот так скажу, ты мне тут за кадром задавал вопрос, почему, типа, все еще не сделали дефолт? Типа, он же давно работает и так далее. Ну вот да. Я тогда, когда, вот, не знаю, в 10-м, в 11-м году включил в настройках, там было, типа, попробуйте там экспериментальные фичи YouTube, я там включил HTML5 проигрыватель, и поначалу там даже фуллскрин не работал, когда это все начиналось. Там фулл HD не было, 720p максимум можно было включать. Потом, после этого уже, там вот это вот переключение между качеством во флэш проигрывателя, оно seamless. Короче говоря, ты смотришь, включил 720p, и у тебя, хоп, и картиночка плавненько изменилась на четкую. А там нужно было нажать ее, он перезагружал видос, и, типа, включал уже улучшенную версию, и, причем, тебе очень сильно повезло, если он с того же места тебе это видео включил в новом качестве, потому что иногда с самого начала начиналось, поэтому, ну, определенные, как бы, лишения терпеть приходилось, но теперь, надеюсь, и не закончишься. Кстати, из самого последнего, я вот тут полторы или две недели назад смотрел лайв-трансляцию, лайв-трансляции на HTML5 проигрыватели, ютюбные, не работали. Они на месте застывали, ты, как бы, обновляешь страницу, там горит тот кадр, который должен был быть, когда ты обновил страницу, но она дальше не идет. То есть сейчас, ты думаешь, пофиксили? Ну, мне хочется надеяться. Я вот... Да, я помню эти времена, причем, знаешь, что тогда еще было? Вот это вот перышко, которое, помнишь? Да, было YouTube Feather, но он был тогда, когда YouTube еще был засран очень сильно. YouTube Feather — это тот YouTube, который мы сейчас видим. То есть там практически ничего лишнего там. Ну, хотя нет, сейчас там до хрена лишнего. Сейчас там видео много лишнего. Да, видимо. Не знаю. Наверное, они от этого отказались, потому что сейчас нету этой страницы с перышком и всем. Да какая? Ну, просто они это включили в раз... Ну, в смысле, что это просто уже у них кусок кода, это перышко, и все. Просто это уже основное. Перышко было меньше, чем сейчас. Там не было всяких сайдбаров, рекомендуемое говно. Там реально видео и... Ну, нет, похожие видео показывают. Слева вот этого сайдбара мой канал. И вот этого не было в перышке, естественно. Поэтому, ну, может быть, они сам двиган перышко уже вписали в YouTube. Он там быстрее стал работать. Вот, вот, вот. Я об этом, да. И, кстати, этот редактор аннотаций и просто редактор видео в YouTube, он тоже только флеш требует. Не знаю, как сейчас. Да? То есть ты не можешь аннотации там? Нет, не могу. Ё-моё. Ну, там достаточно выглядит все действительно плохо. Ну, вот. Поэтому... Хорошо. Ладно, я наврал. Аннотации могу, редактировать точно не могу. Обрезать не могу. А, ну, понял. Но аннотации... Нет, аннотации тоже не могу. Я на Chrome переключаюсь. А, ну, всё. Ну, ещё будут. Это просто такие уже вещи, как бы, сильные. Но нет, тут, видишь, они заявления прям сделали. Может быть, как-то улучшится. Ну, вот у них тут на блоге тоже есть пост. И что? Теперь вот тег видео по дефолту, а там не embed или object, как там у флеша было. Ну, и, естественно, они форсят свой VP9 видеокодек, что он там на 15% быстрее, лучше грузится. Ну, знаешь, есть такие сайты, на которых снизится юзер-эйджент. Если у тебя Chrome, то он лучше работает, там не блочится всякая кресть. Я иногда Safari ставлю юзер-эйджент Chrome, и сайт реально лучше начинает работать, вот непонятно из-за чего. Вот мне иногда кажется, что они свои видосы, если в VP9 им скидывать, то они их специально быстрее и лучше подгружают, чем MP4, просто чтобы вот лоббировать собственные технологии. Не, ну как это? У них кодек, он крутой, он там сам всё быстро делает. Ну, пусть будет крутой, и сам всё быстро делает. Посмотрим, это всё время покажет, но... Ну, подожди, значит, YouTube сделали, то есть всё, чем мы встраиваем, теперь тоже HTML5 видео, да? Мы встраивали уже давно iFrame, то есть вот Moving to iFrame Embeds, возможно, теперь даже всякие дефолтные O-Embed технологии, там, вот эти прочие, когда ты ссылочку только подсоешь, тоже будет iFrame, хотя у них-то тоже iFrame. Но вот тут они пишут, что... Возможно, кто-то написал плагин там, или просто что-то, с помощью вот этого Flash API, и он-то встраивает обжектом, а не iFrame. Но у нас давно уже, мы под видео жмём там, расшарить или поделиться, и там-то на iFrame предлагают, вот они теперь везде это форсят, даже если где-то ты как-то мог там через Flash API что-то взять, не знаю. Вот такая новость. Ну, это бомба достаточно. Ну, это давно надо было сделать, но вот мне кажется, что... Вот, видишь, они видят Broadcasting Live, как раз с помощью WebRTC работает, и то же самое Google Hangouts, кстати, на нём работает. Возможно, вот они это здесь написали, и теперь оно будет нормально в HTML5 работать. Угу. То, о чём я говорил там 5 минут назад. Так что вот всё, смотрим дальше. Смотрим дальше. Twitter сделали личные сообщения, то есть получается, как чат целый сделали. Ну, групповые, да. Да, групповые сообщения, теперь можно их отправлять, мы даже попробовали. Ну, я сейчас покажу. Да, и у нас получилось. Но они ещё сказали, что они ввели, наконец-то, видео, что можно видео заливать на Twitter, обходя Vimeo, да? Vimeo, Vimeo, я уже что-то всё, да. Vimeo. Раньше у тебя не было, когда ты заходишь в Twitter, жмёшь новый твит, у тебя нету запостить видео вообще. А-а-а. Ты мог только зайти в Vine, там что-нибудь сделать, поставить там галочку запостить это в Twitter, и тогда у тебя в Twitter бы появилось видео. Но там, по-моему, шести секундами ограничено. Во-первых, шести секундами. Во-вторых, ну, кстати, я не знаю насчёт того, что провалился или не провалился сервис, потому что вот я, если подписаться на известных чуваков, они постоянно льют Vimeo. То есть за них или люди работают, фу, да, да, Vimeo постоянно льют. То есть, как бы, ну... Вот эту привычку же надо сделать. Мне кажется, что цифры бы говорили сами за себя, они бы там хвастались. В новом квартале у нас там Vine, там, то-то-то. Потому что все известные на Instagram больше видосов лид, чем на Vineo. Поэтому очевидно, что здесь пока Facebook у Twitter выигрывает. Ну да, плюс ещё на Instagram там и секунд больше. 30. И вот теперь как раз Twitter на видео тоже 30 секунд можно посетить. А, то есть вот такая история, да? А мы полностью это отзеркалили, да. И теперь вот... Вот посмотрим самое первое видео, которое тут нам... О которое нам предлагают. Ну да, ну... Ну давай. А ну HTML5. Это... Короче, 30 секунд можно прослушать этого бреда. Будешь себя плохо вести, такое будешь. Подожди. То есть, то есть... Но мы же поняли, что ещё не всем доступно, да? Эта штука. Да, да. Как и любые свои обновления, Twitter их веерно накатывает, как отключение электричества. И вот у Никиты уже можно, у меня ещё пока нельзя. На приложении. Да. А причём приложение дополнительно не обновилось для этого. Они, видимо, уже этот код зашили в какой-то момент. Да, там у тебя просто кнопочка не... Да, да. Как в своё время новый вид Twitter профайлов, тоже вот этот типа с параллаксиком, он тоже выкатывался постепенно. Сначала он там был, потом он не был и так далее. Поэтому... Ну ждём, когда будут видео. Это, понимаешь, очень многих людей бесит, что инстаграмные видео, чтобы открыть, надо отдельно, ну, нажать. Там только ссылочка же показывается, нет предпросмотра. Ну... А тут ты можешь, хоп, сразу play нажать, сразу смотреть. Я думаю, есть категория людей, которая на этом поведётся. Но вообще, конечно, инстаграм смотрят в основном те, которые прям через него и смотрят, через приложение инстаграм. Так ты понимаешь, если ты, допустим, ютубную ссылку кидаешь, то у тебя можно жить. Так нет, понятно, что Twitter специально давит Facebook. И теперь они вот аудиторию, которая сидит на Твиттере, полностью от инстаграма хотят отлучить. Потому что у тебя и фоточки, и видео здесь сразу будут предпросматриваться. Это банально удобно. Ну да, да. Я вот сильно адепт Твиттера по сравнению с Фейсбуком и со всеми сервисами Фейсбук. И с инстаграмом, получается. Да, да. Поэтому мне кажется, это правильно. Какая-то часть рынка, они всё равно отвоюют и молодцы. Давно пора. Групповые чаты вот так вот выглядят примерно. Да, вот так вот. И тут пожаловаться на это сообщение у них всплывает. Ну то есть просто как сообщение? Ну короче говоря, такой чатик небольшой. Можно твиты встраивать. Но это давно они сделали, что в Direct Message можно твиты встраивать. Просто да, в личку кидать. Что ж такое? Это всплывуха не уходит. Ну не уходит и не уходит. Здесь у них есть лендинг, который рекламирует то, что твиттерные видео, live camera action. Кстати, модный нынче тренд, твиттер, бэкграунд видео. Всё круто. Здесь вот они пишут, что появляется кнопочка видео. Вот у меня точно так же это выглядит, но кнопочки видео нет. У тебя как вот по серединке вот. Ну вот да, только не с видеокамеркой, а с фото. И вот этот чёрный экран, всё мы меняем и можно заливать. Короче говоря, в принципе-то это интуитивно понятно. Поэтому пишите в комментариях, появилось ли у вас уже это. Посмотрим, как быстро они это всё добавляют для российских и не очень российских пользователей. Угу. Так, следующая тема. Давай. У нас наш раздел про WordPress. И здесь на самом деле такое, как тебе сказать. Короче говоря, потрясение произошло в мире WordPress. Сейчас скажу, какого числа, не помню на память. Какого-то, не сказано. Какого-то, в 20-х числах января. Третьего дня. Третьего дня Мэтт Мулинвек давал интервью. Кстати, кто это? Директор Automatic компании, которая является главным контрибьютором WordPress. И я так понимаю, они его изначально и сделали. У них же самая крупная WordPress сеть, WordPress.com. То есть, которая технологию Multisite поддерживает. У них же несколько крупных плагинов, типа Akismet, который от спама нас очищает. И Jetpack. Это супер плагин-комбайн, в котором там более 30 фич уже встроено, которые можно по отдельности включать и отключать. Который вам, в принципе, один плагин заменяет. Ну, вот, по сути, 30 плагинов. Ну, там некоторые из них, конечно... Ну, да, да. Нет, там хороший плагин, на самом деле. Ну, нет, кто бы спорил. Он и над ним работает, его поддерживают. И поэтому, да. И вот он что заявил то. Что, типа, мне кажется, что если бы не Jetpack, то, типа, WordPress бы уже загнулся. И на самом деле для многих это было как бы как удар... Ниже пояса. Да, потому что... Вот, например, я тоже его не люблю, этот Jetpack. Мы раньше его ставили везде. Ну, потому что тоже на WordPress.com сначала были, привыкли к этой статистике. Потом поняли, что все 30 фич не нужны. А даже если вам нужны 10 фич каких-то, то поставить плагины, которые специализированы для этого всего, ну, будет, наверное, получше. И с точки зрения производительности, там, все эти JavaScript можно чуть-чуть позже подключить, чтобы страницы быстрее работали там. Ну, и просто, если сервис специализированный, то он априори будет, ну, глубже и вдумчивее, чем Jetpack. Как ты считаешь? Я считаю... Просто мне хочется понять, что Jetpack, скорее всего, ставят чуваки, которые просто ставят темы, ну, или купленные темы, или темы бесплатные с WordPress.org, да? И на него накатывают Jetpack, который на них нормально работает, потому что там в Jetpack есть всякие, типа, расширения, там, мобильная тема, вот всякое такое, да? И оно будет нормально, возможно, даже работать, и хорошо все будет. Ну, вот я очень рад, что ты занял эту позицию, причем без сговора, потому что я именно такую дискуссию хотел устроить. Здесь будет пост об этом дальше тоже. Ну, и вот, и сам Mullenwego, он оправдывается. Типа, ну, вот просто если WordPress без плагинов, он, типа, с другими конструкторами, точнее, с конструкторами, типа, VIX, Weebly, Squarespace и так далее, ну, как бы он не может выдержать конкуренции, потому что он, ну, голый, и кому бы он нахрен нужен был в том самом сегменте, который ты имеешь в виду, то есть обыватель. Ну, то есть с одной кнопки ты жмешь, и у тебя все развернулось. Да, у тебя сразу и комментарии там, ну, давай попробуем вспомнить. Они даже сейчас свою CDN-ку включили, фотон она называется, что у тебя все картиночки доставляются с их доменов, чтобы разгрузить немного нагрузку на твой домен. То есть вообще-то это хорошее подспорье для людей, которые не запариваются, не хотят платить за настоящую CDN-ку там и так далее. В смысле, те картиночки, которые ты залил в медиатеку? Да, да, да. То есть прям, ну, это, то есть реально бесплатная CDN-ка, но почему на неё бедлят? Потому что, когда ты удалишь Jetpack, то весь твой контент, он так у них и останется, и, короче говоря, он типа не будет твоим личным контентом. Если ты просто CDN-ку оплатил, какой-нибудь, я не знаю, давай без рекламы, MaxCDN, то, или Amazon S3, то ты, когда свой аккаунт удаляешь, все твои данные тоже удаляют, они не хранят их. По крайней мере, они так говорят. А в Automate говорят, что не, мы храним. Извините. Ну, это же следует из-за того, что они гоняют через себя трафик огромный. Да, понятно, что это, я хотел тоже сказать, что все, и Jetpack комментарии ещё есть, например, то есть всем прям любимые. Там, как в дискассе, можно залогиниться под Твиттером, Фейсбуком, Гугл Плюсом и под Вордпресс комным аккаунтом. Но там всё ещё Аяксово комментарии не подгружаются, то есть он перезагружает страницу после сабмита, это, по-моему, позор. Ну да, но на таких сайтах, знаешь, там ты, если будешь ждать, когда оно загрузится онлайн, а там, знаешь, тётеньки оставили комментарий в 2011-м, потом в 2014-м и что-нибудь ещё откомментили, там, знаешь? Ну, понятно, что, да, просто это для разных аудиторий, будем говорить. Но вот, ну и тем не менее, просто, понимаешь, об этом все понимали, но все боялись об этом говорить, а Мулинвек открыто заявил, что если бы не Jetpack, мы бы уже не развивали Вордпресс. И вот, видишь, они говорят, что сейчас у них 23,3% сайтов в мире пользуются Вордпрессом, они хотят 25% к концу этого года, и вообще они надеются захватить рынок до 50%. То есть каждый второй сайт будет на Вордпресс? Ну, они предпочитают думать, что это возможно, и возможно только благодаря Jetpack'у, и что это будет в какой-то момент. И знаешь, почему это возможно только благодаря Jetpack'у? Потому что Jetpack, он всё гоняет через их сайты, у них растёт трафик, им дают больше денег за рекламу, они развивают Вордпресс. То есть очевидно, что они основные контрибьюторы, если бы не они, то ничего бы не было, а это их деньги. Поэтому по старой схеме, если не можешь понять, почему что-то происходит, значит за бабок. Он просто практически угрожает. Не будете пользоваться Jetpack'ом, мы не будем дальше контрибьютить в Вордпресс, и всё у вас нахрен загнётся. Мне просто сейчас интересует, в связи с последними событиями, что Apple много денег получила из-за того, что они на китайский рынок вышли с шестёрками и так далее. Вот как интересно они там сайты разрабатывают в Китае? Если там каждый чувак сделает по сайту, короче, и каждый на Вордпрессе сделает. Ну, давай попробуем аналогию провести. Тим Кук понял, что китайцы любят здоровые телефоны. Так. Значит, Mulinweg должен сделать охренительное приложение в Вордпресс, оптимизирование под iPhone 6+, в красных каких-нибудь цветах, чтобы китайцам нравилось всё осознать. Там всё мелькать должно сильно, гифки, много гифок. Ну, это ты с японскими сайтами путаешься. Но я думаю, у них там что-то похожее, да. И да, начав экспансию такую сильную на китайский рынок, он, возможно, как-то увеличит все эти, да. Согласен. Ты как-то прям в корень зришь. Короче говоря, вот, то есть на VP Tevern Сара, она начала задумываться, что, блин, не очень как-то он практически, ну, действительно, звучит как ультиматум. Пользуйтесь джетпаком, если он не будет расти, то мы всё сворачиваем, пошли вы нахрен. Ну, кстати, да, к слову о мобильных приложениях. Помнишь, есть мобильное приложение в Вордпрессе? Ну. Через которое можно тоже постить, там, соединиться своим сайтом и так далее. Ну, оно через джетпак. Вот оно не соединиться, если у тебя нет джетпаков. И он как раз о том и говорит, что сейчас же у нас мир мобайл. Типа, вы чё это? Хотите, чтобы ваши сайты оставались без возможности того, что вы у себя где-нибудь там под юбкой в метро запостите новый пост? Ну, если вы, у вас хороший интерфейс, а там нормальный, кстати говоря, мобильный интерфейс Вордпресса самого. Я последний раз пользовался года два назад, или там два с половиной этим приложением. Оно было не очень удобное. Сама админка сейчас удобней. Я тебе вот, да, я говорю, что админка, это она сейчас и нормальная. Ну, опять же, он зарабатывает бабки и хочет зарабатывать их быстрее. По статистику ты сможешь посмотреть. Ты же понимаешь, что любой сервис, который специализируется на статистике, тебе её даст более подробную, более интересную. Только зачем тебе вникать? Ты там просто посмотрел, к тебе 100 человек сегодня зашло, завтра 60 человек, завтра снова 100 человек. И ты понял, что когда ты постишь котиков, заходит больше, чем когда ты постишь сиськи, да? Всё, да, и начинаешь только котиков постить. Ну, это смотри, какая у тебя аудитория. Ну, нет, я... Да, я отлично могу понять, что это просто для разных аудиторий, но, тем не менее, это немного грустно. Потому что там речь, конечно, о миллионах долларов идёт, поэтому, ну... Зависть — плохое чувство. Ну, так вот, и после этого, вот эта статья Сары я написал 27 января. Типа, почему же всё-таки так, вот такая вот хренотень? И уже 29 января, через два дня, Джефф, который директор этого сайта, то есть Сара, она тут просто с ним работает, он написал, почему, типа, джетпак-комментарий — говно. Почему, типа, даже стандартные вордпрессовские комментарии лучше, там, типа, чем джетпак? Потому что, типа, они тоже перезагружают страницу, да, то есть они не аяксово постятся, хотя, наверное, можно это написать, чтобы аяксово было. Но они хотя бы там джаваскриптов лишних не подгружают, там. Ну, ты сам знаешь, если джетпак включить, у тебя сразу пейдж-спид-ранки упадут, там, вниз в самый. Ну, потому что они тебе включат вообще для всей жетухи твоей. Да, да, они кучу отдельных файлов будут тебе подключать, тебе, чтобы оптимизировать свою темку под это дело, тебе проще использовать те плагины, которые, вот, как я уже сказал, специализированы. Ну, если опять вспоминать о том, что мы говорим не о разработчиках сейчас, а о том, что вордпресс становится блондинка-френдли, а иначе как он увеличит долю рынка, если... Вот именно. Потому что true-хардкорные разработчики, они все равно нос от вордпресса ведут. Не true-хардкорные разработчики уже им пользуются, а осталось только консюмерский рынок, рынок обывателей, поэтому вот это все, конечно... Сколько он не будет писать здесь постов, что комментарии джетпака не лучшие, они не для тебя, Джефф, старина, забудь и не воспринимай на свой счет. Вот именно. Пусть американцы себе ставят нормально джетпак и пользуются, там у них бабки самые крутятся. Конечно. А потом, когда они захотят себе сайт, который работает быстрее, они обратятся к ребятам типа нас и типа Джеффа, и все у них будет хорошо, они избавятся от джетпака. Вот Крис Лема, один из ребят, который пишет про Дженезис, многое круто. Он здесь как раз об этом и говорит, что типа... Вот была раньше типа война Microsoft и Apple, и Microsoft ее в свое время выиграл, просто потому что типа они свой экспириенс продавали не вместе с железом, а типа на любом вообще железе работает твоя операционная система, просто типа шире рынок. Поэтому они типа выиграли. И говорит, вот WordPress то же самое, но любой хостинг встает. Многие хостинги уже даже сейчас предлагают предустановленный WordPress. В отличие от того, как Vix, например, тот же и Squarespace, они именно продают свой сервис. То есть ты не можешь захостить где-то Vix. Ты должен именно у них купить. Ну как на WordPress.com, короче говоря, примерно. Да, это наоборот. Как раз таки, я бы это вообще не рассматривал как конкурента, пока существует удобная сборка WordPress. То есть ты реально себе на хостинге нажимаешь кнопку установить WordPress. Там нажимаешь... One click install вот эти знаменитые. Да-да-да. Нажимаешь там поставить WordPress вместе с Jetpack'ом сразу и все, у тебя уже вообще все. Ну вот, он о том и говорит, что типа, а мы, которые им не пользуются, ну как бы нас это и мало касается, мы должны наоборот молиться, чтобы у них все было хорошо, чтобы с WordPress'ом тоже все было хорошо, потому что мы всегда с помощью этого инструмента сможем типа сделать быстрые и хорошие сайты, ну в меру, по сравнению вот с тем, что получится просто по умолчанию в Jetpack'е. Ну да, да все правильно. Ну вот, подошла к концу наша жаркая дискуссия. Сайт, который мы сегодня хотели посмотреть, сайт WebMeet, WebWizania. Ух ты! Это какая-то студия лондонская, я не знаю, лондонская, based in UK. Для меня UK это Лондон только. Да, ну британская какая-то. Да, ну вот у них вот такие овечечки. FindOutMore это у них на About уходит. Работает все жутко быстро, потому что это какой-то статический сайт, судя по всему, с HTML-ками. Да, я вот смотрю, что .html. Да, но тут красивые шрифты, прям, хотя, вот честно скажу, я бы увеличил чуть-чуть размер, но это может быть, может у меня это комплексы просто какие-то. Подожди, стой, значит, этот сайт, то есть выбрали Typekit, да, как интересный сайт. Две недели назад они скажут, что нам типа понравился этот сайт, да. Это значит, что нам это говорит о том, что здесь шрифты красивенькие, да? Именно их заинтересовала типографика, потому что все остальное, в общем-то, довольно-таки обыкновенное. То есть здесь у них есть, главное, есть, это типа небольшой лендинг. Вот наш там, типа последний проект. Work и Play. Work это их портфолио, то есть Selection of Client Projects. Мы делали этим, этому отелю, тут все еще подгружается по лейзи лоду, чтобы... Ох, ема. Ну, молодцы. Ну, хотя, когда у тебя три страницы, что ты их, ты их уж можешь выдорочить, как следует. Здесь снизу формочка, Skype, Tweet, небольшой блок about со ссылками и links. Links чуть позже, и у них есть раздел Play, это тоже, по сути, портфолио, но это их сайт-проекты, то есть то, что они сами себе сделали, то есть вот их сервис Life & Numbers. Стартапы их? Ну, типа того, да. Ну, тут вот Base, это какой-то их фреймворк, с которого они там начинают. Base is a CSS SaaS HTML5 based mobile first front-end template. Вы шаблон. То есть, ну, стартапом это сложно называть, но и их какие-то прикольчики. Team Generator. Подожди, а как они вот такие, .html, как они вот будут новый добавлять сюда? Да нет, на самом деле можно же и в Apache настроить, чтобы у тебя везде просто .html добавлялось, потом и всё. Ну, нет. Может быть, они на каком-то это фреймворке нормальном написали, я не знаю, там на Django, но просто сделали, чтобы у них в ссылках добавлялось .html, это можно сделать. Ну, просто тогда смысл, ну, ну да. Ну, ну и добавлять, ну вот будут добавлять вручную, видимо, как иначе. Ну вот, ну у них достаточно дохрена, я тебе скажу, их сервисов, он какой-то блок даже. This is personal website of founder Shane Prendergast. Это его личный блок. Короче говоря, вот у них несколько проектов, которыми они гордятся, как рабочими, как теми, которыми они сделали просто от души. Ну и в разделе вот этих links здесь несколько тех, которые они сделали от души. То есть, вот его личный сайт, их сервис Capture, который напоминает там Splash. Так, я не нажал. Там фотографии выкладывают, но он и в половину не так популярен. То есть, 30 декабря последний выложили, до этого был 18 августа, 5-й, 19-й. То есть, это, видимо, их друзья этим занимаются, но фоточки прикольные, причем они здесь даже неплохо расположены. То есть, они, правда, вот так подгружаются, опять же, лейзи лода. Ну вот, ну. Ну да, прикольно. Что-то в этом есть. Это какой-то такой хипстерский сервис, здесь вещь в края можно делать. Все это, естественно, адаптивное, то есть, но они молодцы, они работают очень круто. И вот, да, у них сайт тоже, естественно, адаптивный. Не, мне понравилось, как хедер у них, адаптивица. Да, вот тут, смотрите, fullscreen здесь, овечки, и где-то на 1024, я так понимаю, может быть, на 1200. Давай попробуем. Минус 1 пиксель, на 1100. Можно, кажется, лезть в медиазапросы, но, короче, где-то в районе 1150 у них вот так вот хедер меняется вот на такой, чтобы не подгружать большую картинку. Менюшечка, но менюшка говно. Мне не нравится, когда вот так слева это все. То есть, мы вот неделю назад рассматривали сайт вебсайне.ру, там меню мне больше нравится, потому что... нажать можно только на надпись, поэтому, это смешно. Тут about уже добавляется. Ну, нет, выглядит-то прикольно, конечно. Лучше фуллскрин, навигацию сейчас сделать, большую, опять же, с красивым шрифтом, чтобы тайг-киту еще больше понравилось. А так, в целом, давай посмотрим, логотип он какой? Я с виду думаешь, или PNG просто? Я думаю, с виду, что они? Они серьезные ребята? Ну, вот, несерьезные ребята, обычные PNG. Но, подожди, давай посмотрим, какого он размера. Он гигантского размера. То есть, его тоже подгружает, надо дополнительно. Непонятно, да, сколько он занимает. Может быть, они его через тайни PNG все-таки прогнали. Это надо смотреть по ресурсам. Так, ну, тут мы уже не успели. Давай перезагрузим, посмотрим, сколько он занимает. Так, я сейчас спалюсь, что я не очень умею этим смотреть, но вообще могу. WebNeed Dark 24 килобайта. Ну, не, нормально, нормально. Я думаю, больше будет. Но, молодцы, сжали хорошо по-человечески. Но SVG, мне кажется, меньше бы занимало, если бы его онлайн вкинули, опять же, как на сайте, который мы неделю назад смотрели. Да там черно-белая картинка, что ты хочешь еще? Ну, тем было бы уместнее использовать SVG. Ну, на телефоне все более чем пристойно, то есть, ну, тут все отцентровано. Единственное, вот эти вот, видимо, иконочки скайпа и твиттера, они из какого-то пака, там, какой-нибудь фонд awesome, а, как письмецо, оно из другого немного, и поэтому оно шире, из-за этого кнопочки, вот здесь inconsistency некая, здесь 36 пикселей шириной, а здесь, точнее, 31, да, тут 37. Ты еще заметил? Ну, ты просто приглядись, видно же, что оно больше. Ну, да, да. По-моему, так негоже делать. Фонд awesome, да, FA Skype, а mail2, у них какой спан? Тоже фонд awesome, envelope. Значит, это у фонд awesome не стандартизированный размер иконок, но там, собственно, большое же количество разных паков на трефон awesome, то есть они, видимо, как-то из разных в диале, но я еще всегда люблю смотреть на iPad'е, как выглядит, потому что, несмотря на то, что есть у нас же, ну, вообще, в принципе, мнение, что все адаптивные сайты должны быть не под конкретные девайсы, а в принципе, под конкретные экспириенсы, то есть ты примерно смотришь, что вот на таком девайсе, ну, вот нормально, там, здесь лучше начать, там, вот все к левому, просто вот так вот прижимать и так далее. Но я люблю на самых ключевых, типа iPad'е, там, iPhone'a, iPhone'a в landscape режиме, проверять все-таки отдельно, потому что, ну, очевидно, что по аналитике даже можно посмотреть, с каких девайсов больше заходит, с них заходит больше, и, соответственно, на них важнее, чтобы все работало, чем если там на каком-нибудь Google Nexus 5, 8, 10, в каком-нибудь там Opera Mini чуть-чуть порушится, да ну и хрен с ним, поэтому... На Motorola? Ну да, понятно, что нас учат по-другому, но, но это как бы от вашего времени, например, здесь смотри, я как-то, у меня play вот здесь наводится. Да, да, это, кстати, что-то странное, но, типа, красиво зато. Ну, ну, ну красиво, пусть будет красиво, да, наверное, это мобильные эти стили остались примененные, нет, нет, это, видимо, они хотели что-то этим сказать, но, типографика действительно прикольная, здесь, кстати, тенька небольшая, интересно, как она сделана, я думаю, текст шедев. Давай посмотрим. Текст шедев серенькая, по 2 пикселя, ну, посмотри, прям вот, вообще хорошо, это находка такая, хотя это, ну, не новая, на самом деле, тени обычно еще используются шрифтами, типа, футура, которые, такие полуквадратные, с ними вообще классно смотрится, это брендон гротеск. Ну, дизайнер поработал, он еще выбрал, какой-то брендон гротеск. Ну, может быть, в Typekit это не такое уж, если ты там заходишь, типа, знаешь, геометрик выбираешь справа, там у тебя футура, и брендон гротеск, и футура, видимо, сильно избитая, поэтому они вот это использовали, просто и все. Ну, да. Ну, на больших экранах чуть-чуть поприкольнее это будет все, то есть, по центру контейнер как-то ограничен, вот это все, в общем, очень приятный сайт, очень легкий, быстро работает, прям, каждый бы веб-студии такой сайт. Угу. Все? Ну, надо закругляться. Давай. Как мы будем закругляться? Говорить, что подписывайтесь на нас в YouTube, в Twitter, в Instagram, в Facebook, в ВКонтакте, оставляйте комментарии, пишите, что думаете по поводу тем, предлагайте нам в комментариях сайты, которые посмотреть там через неделю, там, если много будете предлагать, мы их в очереди поставим, вот, и оставляйте отзывы на iTunes, слушайте нас там, всем пока. Пока.